всем доброе утречка но она у нас можно сказать но утречка может быть и добренькая а вот ночка у нас было конечно очень тревожная я проснулась от этих бахов вот но скорее всего что это убили пво сразу же за телефон начинают читать и просто волосы на голове становятся дыбом как говорится какой-то кошмар просто летела по всей украине и во львове выбухи и в киеве выбухи и и запорожье и в общем вся украина бедная несчастная эти сволочи нас просто просто нашу нацию уничтожают очень конечно было тревожно слова не проснулся и я тихонечко смотрела потому что когда ночью просыпаешься потом тяжело уснуть я думаю пусть он уже спит не буду его тревожить в общем как-то так сегодня у нас солнышко вчера я сейчас вставлю вам кусочек мы вышли погулять небо такое было черное затянутое такие тучи были страшные ветер был сильный прямо ура друзья всем привет гляньте что у нас творится с этой стороны у нас небо чистое чистое здесь на киев идет черные тучи у нас только что прошел небольшой дождик мы зашли в магазин выходим и такой запах пыли то есть при прибила немножко пыль и можно собрались идти обратно дождик прошел здесь уже даже все высохло до на тротуаре но я смотрю какие черные тучи пошли туда на киев это на оболонь получается в общем погодка у нас такая интересная но был сильный ветер был такой прямо штормовой сейчас все затихло все тихонечко молчит да слава смотри даже верхушки деревьев полный да но черное черное небушка может у нас не будет погуляем немножко кстати уже акация начинает потихонечку распускаться каштаны цветут а между прочим на полезное кстати особенно особенно я не знаю вкусно или нет я знаю что очень полезная листики цветочки если высушить и если их высушить и хорошо чай пить даже онкобольным их рекомендуют акацию акация самая самая такая вот полезная вот тут когда дождик пошел накрыли машинки сейчас уже все все уже открывать можно черная туча от нас уходит в харькове была гроза и все время были объявления что не пугайтесь это гроза не пугайтесь это гроза ну так что такое настроение не очень могу вам сказать что тут у нас эти мои розочки я уже и реле топустила потому что начали подгорать видите вот я одну оставила те убрала прямо начали сгорать от солнца такое яркое солнце что моя девочка ну как же без тебя без тебя никогда да без тебя никак вот мои калачики которые я высаживала так наверно высаживала ведь они нормально принялись все хорошо общем как-то так самая плантация цветет и пахнет и это деревце моё тоже начала приходить себя зимой практически все листья сбросила то ли у нас там темно в квартире то ли не знаю ногу как бы не прохладно у нас у нас квартиру очень теплая квартира зимой у нас тепло ну вот сбросила все листья сейчас начинают новые расти но я думаю что скоро будет она такой же красивая как она и было когда я его взяла вот но это же не все ребятушки я же начала свой новый проект вышла на балкон думаю тут более светло покажу но тень тень падает наверно я начала свой новый проект такая вот у меня получается резинка на горловинке это круглая кокетка я взяла нитки у меня вот ализея это турецкая пряжа но вязальщицы знают вот здесь получается у нас 100 граммах 360 метров ну в общем короче говоря очень хорошая пляжа пряжа я вот сейчас смотрю даже по моему и цвет правильно передает но у меня чуть-чуть он светлее чем здесь вот на камере передает в общем-то вязка очень легко мне кажется что даже легче чем я вязала реглан вот но все буду показывать в процессе то я вот начала пока у нас там была погода нелетная вчера еще у нас обрабатывали парке потому что машка клещи там всякие разные обрабатывали наш парк мы не ходили туда гулять вот и я воспользовалась моментом и вот это вот немножечко тут связала ну дальше буду рассказывать как у меня движется работа естественно я померила горловину перед этим я набрала 100 по моему 180 петель это было очень много сейчас у меня здесь сто тридцать восемь почему сто тридцать восемь было 140 и у меня в общем две петли потерялись я пока там переснимала но я же не опытная еще такая прям чтобы у меня все получалось с первого раза общем две петли потерялась но и тем не менее у меня получается что вот в первом ряду я набирала по 3 накид делала через каждые три петелечки 2 уже идет через 4 здесь через пять вот такие вот получаются дырочки но сейчас конечно вид не очень потому что она же еще в процессе а когда она постирается когда она выпрямиться то будет конечно мне кажется шикарная кофточка вот какие рукавчики будут я еще не знаю но о том что рукавчик будет я про просто еще не решила просто будет типа спортивный рукавчик с резиночкой или какой-то такой вот как валанчик не знаю я еще не не придумала вот но это все будет процессе то есть мере и смотришь что нравится то и делаешь вот такая вот у меня получается ковтенка такая вот горловинка горловинка в этот раз у меня в тех кофточках у меня такие не очень широкие здесь горловиночка получается хорошая ну вот такая вот у меня красоте вот у меня клубок это тоже и распустила свою тунику не удавшуюся в общем нитки мне очень нравится очень они тоненькие вот ну как-то так так что процесс мой пошел проект начала ой спустились нитки эти пока с вами разговаривала петли сейчас я все это подниму все в порядке все подняла все на месте так что нужно продолжать вязать в общем вы знаете чем чем больше вижу тем больше хочется вот прямо у меня какой-то такой ажиотаж на это вязание я просто получаю удовольствие даже немножечко как и отвлекаюсь и получаю удовольствие сегодня на обед приготовила рыбный супчик у нас сегодня рыбный день могу сказать а вечером у нас будет скумбрия с печеной картошечкой не могу пройти мимо такой красоты это по моему калина цветет какая прелесть такой огромный огромный куст вау какой и внизу все внизу вот такие вот цветы красота шикарная небушка как говорит ни одного облачка это точно красивая красивая но я не об этом зашли в магазин со славочкой купить зеленого лука а там смотрите вот такая вот клубника я говорю почем клубника а продавец говорит 89 гривен мы покупали в эту субботу было сто восемьдесят я сразу нет не поверила и расколька она ведь 80 гривен ой 89 89 вот представляете огурец огурец 63 как резко упала упала цена огурчик 63 хочу вам показать а ветер задувает пакетик ну пахнет прелесть вот это вот это уже такая местная местная под киевом это выращивание право рога такой огромный кулочек так хочется скушать но немытую не хочу так что вот такая у нас можно кушать и немытую а вдруг ничего можно кушать на грядку заходишь на грядки срываешь и кушаешь славик разрешил ну на грядку ты заходишь срываешь и кушаешь песке пыли разошелся парень на улице у нас сегодня плюс 15 на солнце очень жарко как только заходишь в тень ну так папа прохладнее конечно уж этот бордовенькую скушай не это такую никакую ну зря это вы тут присели отдохнуть перед этим скушали мороженое славик домашнее какое-то там домашнее было написано очень вкусная вафелька рожок и вкусное мороженое но она такое сладкое после хорошо но небольшого размера после него теперь воды надо пить много но это как славик сказал вот это скушал и теперь говорит не знаю когда еще куплю смотрите как он клубничку кушает вкусная вот так на так и ну слова больше любит яблоки это нет это сорта не наши не украинские почему потому что вот харькове в вас еще в безлюдовке выращивали джихаре джихаре она сладкая да она не крупная она была средняя такая вот ну и мелкая но она вкусная сладкая ароматная а это никакая крупная большая не только славик просто любит больше яблоки а я люблю цитрусовые люблю клубничку так что у нас разные вкусы оказались ну 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 Продолжение следует...